Продолжение следует... 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 Там практически нет фантазии, там практически нет вызовов. Это вот такая вот экстраполяция из прошлого, что мы видели в будущее, и мы считаем, что у нас будущее будет такое же, как и прошлое. Не будет. И поэтому у нас слабая ориентация на будущее, мы боимся и не ставим себе стратегических задач по выходу на новые рынки, но зато в очень консервативные отношения мы стараемся всё сделать и проклинать всех, кто мешает нам удержать наши старые рынки. Но жизнь, она по другим законам реализуется. Новые рынки появляются, старые стагнируют, а потом затухают. Инерционность мышления, недостаток уверенности, возможности существенных изменений. Это тоже, к сожалению, с этим приходится сталкиваться. Это очень серьёзная тоже культурная такая проблема. Ну и, наконец, недостаток знаний, смелости, фантазии, инициативы и видение будущего глазами начальства. То есть здесь вот буквально вчера обсуждали в одной из программ наши цифровые технологии. И компания цифровая одна сказала, что вот у них очень большая разница отношений к их инициативам, когда этот человек работал в Силиконовой долине и когда он здесь работает. Там все кричат, о, какая отличная идея, какая отличная, вот сейчас мы эту идею попробуем продумать, просчитать. А когда у нас такой инициативой выступаешь, он говорит, да вы что, какая ужасная идея, да разве мы так, это вообще никуда не годится. То есть отношения вот к таким нетривиальным идеям, нетривиальным фантазиям очень разные у нас. И это, конечно, ослабляет и осложняет поиски вот этих траекторий, целей и так далее. Мы будем говорить об отдельных технологиях, и, конечно, у нас низкоуглеродные технологии, неуглеродные технологии, которые развиты лучше всех в электроэнергетике, это атомные станции. Мы видим, что у нас доля чуть выше даже, чем в Великобритании, существенно выше сегодня, чем в мире в целом. Она, скорее всего, или чуть-чуть сократится, или даже вырастет. При этом наше правительство вот именно этой технологии, как низкоуглеродная, дает совершенно явный приоритет. У нас очень много говорится о том, как дорого обходится развитие возобновляемой энергетики для Российской Федерации, но очень редко говорится о том, как дорого обходится развитие атомной энергетики для Российской Федерации. Оно действительно дорого обходится. Но мы знаем, что развитие ядерной энергетики у нас никогда не опиралось только на экономические соображения. Но если говорить об экономике, то за счет бюджета и за счет тарифов мы ежегодно примерно тратим 200 миллиардов рублей на развитие, поддержание атомной энергетики. И мы знаем, что эта отрасль нам даёт не только электроэнергию, но даёт и экспортные услуги, вот в размере примерно сейчас, в 2018 году это 6,5 миллиардов долларов, и у них есть большой в Росатоме портфель зарубежных заказов. То есть есть стратегические цели, есть цели развития этой технологии как технологии, которая даёт доход от нефтегазового экспорта, и мы это направление очень активно поддерживаем. Сейчас начали поддерживать и два других направления, правда в меньшей степени, вот если мы говорили там 200 миллиардов рублей, то здесь это где-то 10-12 миллиардов рублей в год, вот такого примерно масштаба поддержка. Но сегодня мы говорим о том, что вот эти бублики для России, сегодняшний бублик, видите там цифра, 0,03% для Российской Федерации. То есть здесь у нас мы существенно, конечно, отстаём по сравнению с Великобританией и даже с миром в целом. И те перспективы, которые мы ожидаем, вот эти цифры, например, 7,8% и 4,6% сегодня для многих кажутся фантастическими, огромными фантазиями, то есть нереализуемыми фантазиями. В то время как я, например, считаю, что это вполне может быть, особенно на фоне, посмотрите, Великобритании, которые предполагают, что из этого источника у них будет от 3 до 60% практически электрической энергии вырабатываться, а в мире в целом или четверть, или третий. При этом рынок инвестиций в ВИЭ на уровне 50-го года – это примерно 1 триллион долларов. Я вот каждый раз буду комментировать масштабы рынков, чтобы мы понимали, о чём вообще идёт здесь речь. То есть мы на этот рынок можем выходить или не можем выходить. Кому этот триллион долларов будет в 50-м году доставаться – знак вопроса. Значит, мы можем разные стратегии использовать для того, чтобы пытаться на этот выки. Вот, кстати, на рынок солнечной энергии мы уже начинаем выходить, уже с 2017 года у нас первые экспортные поставки фотоэлектрических модулей на экспорт есть уже. То есть мы здесь уже начинаем разворачивать эту отрасль с ориентацией не только на внутренний рынок, а даже, может быть, не столько на внутренний рынок, сколько и на экспорт. Но пока что вот сегодня Россия вырабатывает электроэнергию на солнечных электростанциях в 28 раз меньше, чем туманный Альбион, как мы его привыкли называть, да, территория которого, кстати говоря, в 70 раз меньше, чем российская. То есть здесь у нас пока что тоже динамика, объёмы производства сравнительно небольшие. На перспективе вот здесь цифры заложены 4 и 10 процентов. Тоже многим кажется, что это какие-то фантазии, но я думаю, что это вполне реальные цифры, которых достичь можно. И имея в виду, что эти источники энергии в середине века будут самыми дешёвыми. То есть это будут самые дешёвые источники генерации. Тот, кто сегодня опаздывает с их развитием и будет опираться на топливную генерацию, в середине века будет платить за самую дорогую электроэнергию. Если говорить про промышленность, то мы рассмотрели здесь три направления. Это общая углеродоёмкость и энергоёмкость промышленности, стандарт энергоменеджмента и степень утилизации бумажных отходов. Промышленность очень многоплановая, там очень много технологий, в том числе низкоуглеродных. Мы сосредоточились только на трёх с тем, чтобы хотя бы какую-то ограниченную вещь отразить. Ну и если говорить о сравнении промышленности России и Великобритании, то, конечно, их сравнивать сложно. Потребление энергии российскими промышленными предприятиями примерно в пять раз больше, чем потребление энергии британскими предприятиями. То есть масштабы промышленности разные, структура промышленности разная. Но вот что похоже, что с 2000 года по 2018 и британской промышленности, и российской промышленности примерно наполовину удалось снизить углеродоёмкость промышленной продукции. В то время как в мире практически она не снизилась. Потенциал для России может быть сокращена, это углеродоемкость, еще где-то на 50-70% практически. Если говорить о применении систем энергоменеджмента, то мы видим, что в России уже есть опыт такой, есть 250 сертифицированных систем, это в 4 раза меньше, чем в Великобритании, но в общем уже какая-то динамика, какой-то прогресс, здесь положительная динамика есть. Если говорить об утилизации бумажных отходов, то здесь мы отстаем и от мира в целом, и от Великобритании, вот здесь показаны на графике цифры. Но потенциал к улучшению ситуации есть, и к 50-му году мы можем полагать, что Россия по крайней мере на среднемировые уровни выйдет. Если говорить о автомобилях, вот Поль уже сейчас рассказывал о топливной экономичности автомобилей, здесь мы видим цифры для России, Великобритании и мира в целом. Понятно, что здесь динамика будет все время в сторону снижения, причем это для всего парка автомобилей, не только на жидком топливе, но и на всех источниках энергии. И когда мы говорим о цифре примерно 3 литра на 100 километров, это означает, что это скорее всего электромобили, или это на топливных элементах автомобилей, и очень редко гибриле. Достижимы ли такие цифры? Ну вот сегодня уже в рамках вот этой инициативы Global Fuel Economy Initiative к 30-му году поставлена цель снизить среднюю топливную экономичность автомобилей до 4,4 литра. Это 30-й год. Результаты за, значит, 19-й год в Норведии 47% новых продажах это электромобили, а средний удельный расход 3,9 литра. То есть сегодня эта цель в некоторых странах уже превышена, ну, например, в такой стране, как Норведия. Мы тоже слышали, что правительство Великобритании уже объявило о запрещении продажи автомобилей на топливе жидком с 40-го года. Сейчас рассматривается вопрос о переносе этого срока на 35-й год, он там вызывает много дискуссий. Но, в принципе, вот мы видим тенденцию, что во всех странах, а на этом граффити показаны не только западные страны, ну, вот там и Бразилия, и Мексика, и Индия, у которых требования к топливной экономичности существенно ужесточаются. К 30-му году они примерно выходят на показатели низкоуглеродного автомобиля, а к 50-му году они уже все будут соответствовать этим показателям. То есть динамика здесь идет в этом направлении, спрос на жидкое топливо для автомобильного транспорта будет существенно сокращаться по мере того, как структура транспорта будет меняться. Какая доля электромобилей может быть у нас? Ну, пока что вот мы видим, это 0,01%, они у нас есть, их немного, но они у нас есть. У нас есть все, потом вы увидите. То есть у нас, как в Греции, все есть. Но пока что еще мало. Значит, в 50-м году, в зависимости от того, какие мы будем развивать технологии, будем ли мы ориентироваться на электротранспорт, как, например, в Великобритании, где в 50-м году эта доля может достичь 97%, или мир в целом, где это будет четверть, или мы будем сохранять очень медленную эволюцию и будем иметь только 1%, или будем динамично развиваться и получим 64%, то здесь очень многое зависит от того, какие мы сегодня будем решения принимать. Очень часто говорят, что если по всему циклу посчитать, то электромобиль выбрасывает еще и больше, чем, значит, обычный автомобиль на бензине и дизельном топливе. Ничего подобного, вот расчеты показывают, что в 3-4 раза меньше. Какой объем этого рынка? Вот мы можем говорить, что в 50-м году электромобили на рынке мировом будут продаваться в 70-90 миллионов электромобилей. И стоимость продаж на этом рынке, объем продаж будет где-то 4-8 триллионов долларов. Сегодня весь топливный рынок, это нефть, газ, уголь, вместе со всеми налогами 7,5 триллиона долларов. То есть мы видим рынок, который по масштабам в 50-м году будет равен сегодняшним топливным рынкам, а эти 7,5 триллионов долларов еще налоги его включают, которые достаются не поставщикам нефти и газа, а правительствам, которые устанавливают эти налоги. Что касается паритета, то сегодня уже есть оценки, что к середине 20-х годов во многих странах паритет электромобилей по затратам цикла жизни с традиционными автомобилями будет достигнут, а там, где цена на электромобиль кажется высокой, например, сегодня в Великобритании, уже достаточно распространенной такой схемой является лизинг электромобилей. У нас отдается приоритет другому виду, у нас отдается приоритет газификации транспорта, у нас есть программа развития рынка газомоторного топлива, вот на три года предполагается, что мы переведем на газ и оборудуем газовым оборудованием 75 тысяч автомобилей, это, правда, не очень много, это всего одна десятая от парка, который мы будем иметь в 2022 году, дальше это может идти по восходящей или примерно консервировать ту же самую ситуацию, которая у нас есть. В Великобритании практически это направление очень мало будет развиваться, в мире может чуть-чуть снизиться, чуть-чуть увеличиться. Сегодня появляются все больше и больше исследований, вот нет точной определенности, дает ли газовый автомобиль по сравнению с автомобилем на жидком топливе снижение выбросов парниковых газов, снижение вредных выбросов в атмосферу, это однозначно, то есть для снижения загрязнения воздуха газовые автомобили дают явный совершенно эффект положительный. Если говорить о парниковых газах, то здесь есть разные расчеты, разный анализ, и пока вот однозначного вывода о том, что газомоторное топливо с точки зрения парниковых газов лучше, чем жидкое топливо, такого вывода пока что сделать невозможно. Россия кое-где является и лидером, то есть у нас есть направление, помимо атомной энергетики, если мы говорим, например, о транспорте, то у нас в существенно большей степени развит пассажирский транспорт общественный, и в грузовом транспорте у нас существенно большая доля низкоуглеродных видов транспорта, таких как железнодорожный, трубопроводный. И вот если мы посмотрим на этом граффити, то мы видим, что Россия на единицу транспортной работы и по грузовому, и по суммарному транспорту существенно выигрывает по сравнению со странами семерки, по пассажирскому, ну вот где-то в серединке находится. И это из-за того, что у нас с 2000 года очень существенно выросла доля пассажирооборота на легковом транспорте, вот по нашим оценкам она сейчас равна примерно 55%, это ниже, чем во многих других странах, но, как мы видели, у нас топливная экономичность автомобилей несколько выше, чем в других странах, и плюс еще есть эксплуатационная норма автомобиля, помимо топливной. Там учитывается и климат, в котором автомобиль вводится, и ситуация на дорогах и так далее. То есть у нас здесь еще хуже некоторые параметры, поэтому здесь мы в основном выигрываем за счет того, что у нас все-таки доля общественного транспорта выше, а если одна поездка совершается на общественном наземном транспорте вместо автомобиля, то выбросы парниковых газов в зависимости от того, какой это вид транспорта, снижаются в 3-10%. Что касается грузооборота, то удельный расход энергии на единицу грузооборота у нас тоже существенно ниже, чем в этих странах, но есть одно но. То есть у нас, да, это ниже, но вот грузоемкость ВВП у нас заметно выше. То есть у нас очень высокая материалоемкость экономики, в среднем она примерно в два раза выше средней мировой, и поэтому мы очень много возим вот этих материалов, причем средняя дистанция доставки нефти, например, и газа у нас и угля, это 2000 километров, то есть на достаточно длинное расстояние возим. Если бы мы снижали материалоемкость, вот в сценарии полтора градуса, то у нас есть возможность снизить грузоемкость практически на 43%. То есть здесь есть возможности и большие резервы. У нас с материалоемкостью мало кто этим вопросом вообще занимается, нет даже такой оценки показателей, нет специального направления, практически мало исследований в этом направлении. Но это как раз то направление, которое сегодня начинает все больше и больше развиваться, потому что многие страны четко понимают, что только за счет декарбонизации энергии промышленности решить проблему перехода к углеродной нейтральности практически невозможно, и нужно снижать материалоемкость и заменять исходные компоненты, сырье для промышленности. Но это отдельная тема. Мы видим, что в Великобритании доля автомобильного транспорта в грузоперевозках очень высокая, в России она 4-5%, и у нас, как мы видим, даже если мы возьмем, например, условия Великобритании, то если мы везем тонну груза на 1 км по железной дороге, то у нас в 4 раза меньше выброса, чем когда мы везем ее грузовиком. То есть здесь у нас плюсы. Если мы теперь переходим к сектору зданий, то, вот Поль уже упоминал об этом, сегодня начинают активно развиваться строительства так называемых пассивных зданий, то есть это и активных зданий, это здания, которые либо совсем не потребляют энергию, либо потребляют энергию меньше, чем они сами производят. Сегодня в мире насчитывается не меньше 60 тысяч таких зданий, у нас они тоже есть, их немного. И в Великобритании, кстати, немного, больше всего в Германии, примерно 20 тысяч, то есть почти треть всех этих зданий. Но, как Поль сказал, что практически требования к строительству новых зданий, например, во Франции они уже введены, а в Великобритании будут введены, практически новое строительство зданий будет осуществляться по стандартам близким к пассивным зданиям. Поэтому это направление очень важное, очень интересное, особенно оно интересное, потому что масштабы этого рынка еще больше, чем рынка электромобилей. То есть если масштабы рынка строительства всего в середине века будут где-то 25-30 триллионов долларов, то масштабы зеленого строительства в середине века будут составлять где-то 10-17 триллионов долларов. То есть это будет один из самых крупных рынков зеленой продукции в середине века. Очень часто говорят, что да, это все очень дорого. На самом деле не так это все очень дорого, где-то от 1 до 15% удорожания, в том числе и в Российской Федерации. А снижение выбросов тоже говорят, что вот из-за того, что материалы эти новые производить энергоемко, значит они более энергоемкие, чем потом, значит и в эксплуатации и так далее, и так далее. А в итоге получается, что если мы по всему циклу жизни зданий проводим оценку, то снижение выбросов на уровне 60-90% мы имеем. По масштабам развития централизованного теплоснабжения мы действительно являемся в лидерах. То есть в такой системе и такого количества систем централизованного теплоснабжения, как в России, нет ни у кого. Здесь мы и занимаем ведущие позиции, и, наверное, их будем сохранять. Никто к нам даже близко не может приблизиться. И многие страны, где, как считается, развито достаточно централизованное теплоснабжение, такие как Дания, Швеция или там Норвегия, все суммарные системы централизованного теплоснабжения в этих странах меньше одной системы централизованного теплоснабжения в Санкт-Петербурге. То есть по масштабам, да, мы лидеры, но по эффективности мы все-таки проигрываем. И здесь у нас очень большие резервы и ресурсы. Сегодня практически весь мир переходит на другую концепцию систем теплоснабжения четвертого поколения. И, например, в Хельсинки объявлен конкурс на разработку дизайна системы теплоснабжения города Хельсинки, которая будет к 1935 году углеродно-нейтральной. У нас здесь возможности есть, но пока что движение очень маленькое. Мы знаем, что теплоснабжение практически игнорируется. Даже в новом проекте энергетической стратегии Российской Федерации вы про теплоснабжение найдете там половину странички, хотя это один из самых крупных рынков энергетических в Российской Федерации. Если говорить об умном учете, когда мы говорим о том, что у нас все сферы экономики начинают электрифицироваться, более даже динамично, чем эти процессы происходили до настоящего момента, то понятно, что здесь умный учет становится ключевым механизмом, и эти системы будут развиваться. Они не только важны с точки зрения того, что вы точнее что-то учитываете, и наши очень часто установщики умного учета говорят, что да, у нас будет воровство электроэнергии сокращаться. Это важно, но главное, что это мотивирует, информирует потребителя, и как показывает опыт, на основе той информации, которую эти приборы дают, экономия энергии может составлять от 5 до 10%. То есть поведение человека меняется, потому что у него под рукой оказывается актуальная дружественная информация, в которой он видит графики потребления, сравнение с предыдущими сутками, сутками такими же точно прошлого года, с какими-то иногда соседями, с традиционным таким модельным графиком и так далее. То есть здесь у нас пока что тоже уровень развития этой технологии достаточно небольшой. Понятно, что мы здесь будем прогрессировать, потому что другого не дано. Уже в некоторых программах Россетей, например, заложены такие вещи. Правда, у нас иногда умными приборами учета называют не то же самое, что умными приборами учета называют в других странах, но здесь вопрос определения – это очень существенный, конечно, вопрос для того, чтобы делать количественные оценки. Но понятно, что здесь, в этом направлении, я думаю, что в 50-м году мы должны, конечно, вот этот весь бублик закрасить, который на этой картинке показан. Тепловые насосы. Вот Поль показывал, что новое строительство Великобритании будет в значительной степени опираться на использование тепловых насосов. Это могут быть гибридные тепловые насосы и тепловые насосы, которые забирают тепло из разной среды, из грунта, из воды, из воздуха. Но понятно, что эта технология сегодня… Очень часто говорят, что тепловые насосы хорошо, только с холодным климатом их плохо применять. Но вот я здесь специально показал Норвегию и Швецию, где мы видим, что они являются лидерами, на самом деле, в мире по обеспечению числа домохозяйств тепловыми насосами. У них 400 и 330, в Великобритании пока что 5, а у нас пока что 1. То есть у нас здесь тоже опыт есть. Мы тоже в этом направлении, скорее всего, будем продвигаться. Энтузиастов, которые эту технологию применяют, уже есть. Какой-то госполитики, которая бы стимулировала проникновение тепловых насосов на российский рынок, у нас пока что нет. Циркуляционная экономика, как я говорил, снижение материала емкости – это очень важный компонент, и мы здесь в данном исследовании рассматривали две технологии, про бумажные отходы я уже говорил, а это использование строительных отходов. У нас достаточно большое количество строительных отходов – 36 миллионов тонн, из которых, по нашей оценке, используется сегодня только 10%, а вот в Великобритании у них строительных отходов больше существенно, используют, утилизируют они 91%. Производство строительных материалов – вещь достаточно энергоемкая и углеродоемкая, потому что при производстве цемента просто в процессе кальцинирования сырья у вас на каждую тонну цемента примерно полтонны СО2 выделяется. Поэтому если имеется возможность заменять одни строительные материалы утилизации уже отходов строительных материалов, то это даёт свой значительный эффект и с точки зрения экономии энергетических ресурсов, и косвенно, конечно, в зависимости от того, какие энергоресурсы используются для производства цемента, может дать существенное снижение выбросов. Водород. Ну вот здесь уже про водород были вопросы. Сегодня в мире производится примерно 75 миллионов тонн водорода, и только 1% сегодня производится на основе электролиза. Рынок водорода может развиваться достаточно динамично. Вот энтузиасты этого рынка говорят, что на уровне 50-го года может производиться 545 миллионов тонн, и они же говорят, что рынок этот может составить 2,5 триллиона долларов. Просто для справки, сегодняшний объём продаж газа на мировом рынке примерно 2,1 триллиона долларов. То есть, фактически, есть мысль о том, что водород станет новой нефтью для второй половины этого века. У нас такие технологии развиваются. В России преимущественно за эту технологию достаточно активно берутся атомщики и эксплуатируют газ. У нас есть незагруженные мощности на Колыме, но в основном с ориентацией на экспорт. В Великобритании же преимущество, вот, внимания уделяется выработке водорода на основе возобновляемых источников энергии. И как потенциальные рынки рассматривается подмес водорода газовой сети. Сегодня уже в некоторых странах разрешено подмешивать 5-7 процентов, и ведутся эксперименты по подмешиванию до 20 процентов. То есть, фактически, у вас будет по газотранспортной сети путешествовать уже не метан, метановодородная смесь. В Великобритании эту технологию рассматривает очень серьезно в топливных элементах для автомобилей и для вот тех самых топливных элементов для отопления зданий. То есть, фактически, рынки здесь могут быть достаточно большими. Теперь, если подвести итоги, я же говорил, что мы вот это зеркало хотим видеть не какую-то отдельную технологию, только в узком, значит, каком-то ракурсе изображения, но и посмотреть, а как вся эта картина смотрится. Вот если теперь все эти технологии расположить, то первое, что мы отметим, что у нас есть галочки везде. У нас, как в Греции, как я говорил, у нас есть все. То мы умеем все. У нас руки растут из правильного места, и голова на правильном месте. Нет ничего такого, чего мы бы не умели, по какому-то там причине. Масштабы маленькие, но умеем все. То есть, у нас стрелочки, вот эти галочки поставлены практически везде. Меры поддержки, но где-то у нас они больше, где-то меньше. Вот, например, там атомную энергетику мы активно поддерживаем, начали возобновляемые источники поддерживать, поддерживаем газификацию транспорта, под трудим параметрам, пока что трудно было найти реальные суммы поддержки. Если говорить о закрашенности, то мы видим, что у нас, конечно, вот этих кружочков красных достаточно много. Как в одном детском анекдоте говорили, у нас зеленых шариков не хватает. Вот зеленых шариков у нас не хватает, и желтых не хватает, а красных пока что у нас много. Так что, в целом, у нас картина такая. Да, мы можем. Помните этот, yes, we can. Да, мы можем. У нас есть опыт применения всех технологий. Но по масштабам применения у нас во многих случаях энтузиасты их только применяют. Этих энтузиастов еще не так много, и масштабы пока что ограничены. Если эти масштабы ограничены, то без этого очень трудно выйти на вот эти новые рынки низкоуглеродной продукции, которые я говорил, которые по масштабам превысят топливные рынки. Сейчас я чуть позже покажу эту картинку. Россия уже находится среди лидеров в некоторых направлениях по развитию АЭС. У нас одни из самых лучших новых проектов атомных электростанций. У нас их много, и здесь мы явными лидерами совершенно являемся на мировых рынках. По масштабам применения централизованного теплоснабжения здесь, как я говорил, никто даже близко не стоит, но по эффективности вот есть проблемы. По роли недорожного транспорта в структуре грузоперевозок. Это очень хорошо, но этого, конечно, мало. То есть у нас дополнительный экспортный потенциал вот этих трёх технологий, которые здесь показаны, он есть, но он ограничен очень. Теперь о масштабах вот этих самых рынков. Вот здесь показаны в миллиардах долларов, в ценах 2018 года, масштабы в двух плоскостях. Это инвестиции и объёмы продаж. Мы видим, что вот, например, нефтепродукты, да, ещё большой достаточный рынок, и бледными закрашена, значит, разница между, как у нас любят говорить, оптимистичными и пессимистическими оценками. Я ненавижу эти названия сценариев, но, тем не менее, у нас часто так говорят. Но мы должны понимать, что, например, в нефтепродуктах половина их цены – это цены, которые заплатят конечные потребители. Половина этой цены, а в некоторых случаях 70% цены – это у нас налоги. Поэтому, на самом деле, столбик для нефтепродуктов будет существенно ниже. Для ряда таких технологий, как, например, нетопливные источники энергии, мы очень большой рынок сбыта получаем. Водород – тоже большой рынок. Если говорить об инвестициях, то я уже говорил, что в зелёные здания – это 10-17 триллионов, в автомобиле с низкими выбросами парниковых газов – это 4-8 триллионов долларов. То есть у нас к середине века появляются огромные рынки. И здесь у нас возникает проблема, которая по-английски звучит примерно так – «small on small scale, but large on large scale». То есть нам мало масштабнее. Сегодня эти рынки и технологии пока что ещё небольшие, но через 30 лет они становятся очень значимыми. Если мы не предпринимаем усилия для того, чтобы на эти рынки выйти, то через 30 лет наши ниши на этих рынках могут оказаться очень низкими. И часто задают вот этот вопрос, который в заголовке этого слайда стоит. А зачем нам нужно переходить туда, на эту траекторию? Ну вот здесь я пытался дать несколько ответов. Значит, первое, что отставание в технологических гонке равнозначно риском потери даже нынешних рыночных своих ниш. То есть всё равно у нас электромобили на наши рынки проникают. Да, их мало. Их, по-моему, 4,5 тысячи, если я сейчас правильно помню. Но они есть. И они будут проникать. Их доля будет расти. Чьи это электромобили будут, наши или чужие? Всё равно у нас пассивные здания и тепловые насосы строятся и монтируются. Чьи они будут, наши или чужие? То есть даже мы на наших рынках можем наши ниши терять. Можно очень долго продолжать малопродуктивные споры не специалистов с учёными о том, по каким причинам изменяется климат. Вот очень у нас любят эту тему. На какие бы семинары ни пришёл, вот начинают все сразу спорить, у нас все климатологи. Но вот как бы вы на этот вопрос не отвечали, уже не важно. Важно, что мир уже начал переход на низкоуглеродную модель роста, и вот этот процесс необратим. Вы можете спорить, вы можете соглашаться с причинами изменения климата, но вот эта тенденция, она уже разворачивается, она необратима, и масштабы развития этих технологий будут очень большими. В технологической гонке вот здесь можно отстать, и отстать очень легко, догонять очень трудно. Я вот спортсмен-лыжник, я знаю, что отстать легко догнать, особенно хорошо подготовленного спортсмена, очень тяжело. Поэтому лучше не отставать, лучше стартовать вовремя и начинать динамично двигаться. Отставание – это угроза безопасности и технологической отсталости. У нас говорят, что если мы начнем такой переход, то мы можем потерять экономический рост. Но у нас экономического роста за последние 10 лет почти нет, он у нас очень-очень медленный. Нам терять-то, собственно, нечего. Нам нужны новые драйверы роста, а вот это как раз и в значительной степени вот эти самые низкоуглеродные технологии. Я вот очень люблю показывать этот слайд. Если мы говорим, что у нас экономика должна вырасти в два с половиной раза к 2050 году. Некоторые, когда эти цифры произносят, они не понимают, что это означает. То есть мы должны нашу вот эту экономику, всё, что у нас есть, умножить на два. Вот такую же ещё точно красную экономику с этими красными шариками, которые я показывал, ещё одну такую же создать. У нас есть ресурсы на это? Нет, у нас ресурсов на это просто нет. Мы ещё одну красную экономику создать можем, но только очень маленького размера, который здесь нарисован на этом граффити. Сказать точно, какой будет её размер, 5, 10, 15 процентов трудно, но точно не будет он равен этой экономике, которую мы уже имеем. Если мы хотим создать ещё одну экономику по размеру, равную нынешней, мы можем создать только зелёную экономику. Все новые рынки, экспортные рынки, внутренние рынки будут постепенно зеленеть. И красной продукции на этих рынках места просто не будет никакого. Но на самом деле, чтобы вообще было всё хорошо, мы должны создать не только новую экономику зелёную, но зеленить ещё и существующую. Вот тогда удвоение будет возможно. Это можно показывать на расчётах. Здесь показана вот такая иллюстрация. А если говорить о расчётах, то в принципе, вот анализ, который мы провели, показывает, что Россия есть технические возможности стать практически безуглеродной экономикой. Если мы сегодня все наиболее эффективные технологии, которые в мире есть у себя, применим, то потенциал снижения выбросов, вот на этом слайде показано, и мы могли бы снизить наши выбросы от нынешнего уровня на 77%, от уровня 90-го года на 89%. То есть практически до нуля у нас не получилось, но есть многие направления, где на самом деле снижение выбросов даётся очень нелегко. Есть много энтузиастов, которые говорят, давайте завтра снизим выбросы до нуля. Но, легко сказать, но это очень трудно сделать, потому что экономика – вещь очень инерционная. Даже если вы активно начинаете реализовывать такую политику, вам очень быстро достичь результата не удастся. То есть здесь нужно время. Время нужно достаточно значительное. Но вот таких вот целей можно достичь. Если мы говорим о том, как мы можем эволюционировать, как могут изменяться наши выбросы, при том, что наша экономика вырастет в 2,5 раза. Вот на этом граффити показаны разные траектории. Здесь базовый сценарий, НДС сценарий, энергоэффективный сценарий и сценарий 1,5 градуса. Показана очень разная динамика. Она может быть вот туда вверх на базовом сценарии. Но на самом деле это очень условно, потому что если мы пойдем по этим традиционным технологиям, которые в базовом сценарии воплощены, практически у нас нет возможности удвоить ВВП, как я уже об этом говорил. То есть у нас либо будет медленно расти экономика, и тогда медленно будут расти выбросы, и медленная модернизация технологическая. Либо будет динамичная технологическая модернизация, будет динамично расти экономика, а выбросы все равно расти не будут. Можно вот эти три группы обязательств принимать. Вот эту картинку я люблю называть «Северным сиянием». Правда, не все со мной согласны, что она похожа на «Северное сияние», но мне она так нравится. В принципе, Россия может по каждой из этих схем развиваться. Какая будет выбрана, какие будут выбраны решения, понятно, что эти решения будут поэтапно выбираться. То есть будет накапливаться какой-то опыт, будет анализироваться, что происходит на мировых рынках, на российских рынках. Я надеюсь, может быть, будет использоваться вот эта система мониторинга, о которой мы сегодня говорим. И на основе вот этого анализа дополнительного опыта, дополнительной информации, потом могут постепенно корректироваться и целевые установки, и обязательства. Но здесь речь идет о снижении выбросов. А я в основном говорил о росте экономики. И когда мы говорим о том, что мы хотим видеть в будущем, и что мы можем увидеть в будущем, я хочу показать вот здесь два последних слайда. Давайте, прежде чем посмотреть в будущее, вспомним, что было в прошлом. Вот 30 лет назад наши транспортные средства, заводы и здания выглядели примерно так. Не все здесь помнят, что было 30 лет назад, потому что некоторые тогда еще не родились, но некоторые все-таки помнят. Я, например, помню. Вот оно выглядело все примерно так. Но это не то, что мы увидим в будущем. В будущем мы увидим вполне совсем другую, кардинально другую картину. В будущем совсем не будет похоже на прошлое. И одной дороги в это будущее нет. Нужно правильную дорогу выбрать, и выбор нужно делать уже сейчас практически. Нельзя увидеть будущее, повернувшись к нему спиной. И нужно нам повышать вот этот самый индекс готовности к будущему, который в СОО вместе с клубом «Волгай» начали рассчитывать. По их расчетам наш индекс готовности к будущему пока что еще не очень велик. Мы на 12-м или на 13-м месте из 20 стран находимся по этому индексу готовности к будущему. Но мы к будущему, как пионеры, должны быть всегда готовы. Большое спасибо, Игорь Алексеевич, за такие призывы. Редактор субтитров А.Семкин